Всем привет! Меня зовут Руслан Захаркин, Ахилле-182. Тематика, которую я хочу поднять, довольно долго будоражила наши СМИ. Это то, что произошло у нас в торговом центре Москва буквально несколько дней назад. У торгового центра Москва в Люблино, где ночью произошел конфликт мигрантов и охраны, силовики все еще держат значительные силы. Для всех тех, кто не в курсе, показываю. Я отвечаю на него. Он молодой. Я папа, мама не знает, как мне отвечать на это. Один из друзей Науруза Каримова показывает его фотографию и говорит о нем как о добропорядочном человеке. Науруз сам просто не мог спровоцировать конфликт, рассказывают его земляки. Парень работал грузчиком в торгово-ярмарочном комплексе Москва в районе Люблино. Он всегда был спокойным и ответственным работником. И вдруг такое ЧП. По словам друзей молодого человека, охранники рынка завели грузчика в офис, там жестоко избили его. После чего замотали его в ткань и засунули в мусорный контейнер у одного из выходов. Там-то его и обнаружили другие рабочие, которые вызвали врачей. Они дробили камни и собирали бутылки. Толпа мигрантов даже после того, как рынок закрылся, не хотела расходиться. ОМОН оцепил половину улицы. Бойцы Росгвардии не допустили нарушения порядка. На рынке еще с утра усиление. Вооруженная охрана. За воротами еще и бойцы Росгвардии. ОМОН выставил несколько автобусов на выезде с территории торгового центра. Вынужденные меры после драки, которая случилась здесь этой ночью. Согласитесь, шумиха, мама, не горюй. С одной стороны забора сотни мигрантов, с другой охрана. По некоторым данным конфликт разгорелся из-за грузчика, которого охранники заподозрили в воровстве и якобы попросту избили. Он попал в больницу. Оказался в больнице. Нашли в мусорном ящике. Замотана была белая материя. Совершено было преступление на территории рынка Люблино, торговый центр Москва, который для нас является давним-давно. И благодаря нашей обращению это криминальная точка. После инцидента к рынку приехали сотни соотечественников пострадавшего. Полиция задержала почти 90 человек. Ситуация заключалась в следующем. Побили одного сотрудника торгового центра Москва, представителя независимой республики Таджикистан. То ли побили, то ли его просто увезли в больницу, так как у него был приступ эпилепсии. До сих пор непонятно. Самое главное, что на момент 22 сентября 2017 года, восьми вечера, он был жив. Я Закиров на Узмах Матлоевич. Год рождения? Год рождения. 1999 году. 1990? Да, 1999 году. Со мной все в порядке, жив и здоров? Да, я сейчас на больнице. Но самое интересное случилось позже, когда к торговому центру Москва начали стекаться представители наших независимых республик, но в основном это, конечно, были представители республики Таджикистан. И начали выяснять, что же произошло. Что это? Что это? Они отдали это в виду, где? Что это? Как это произошло? Я думаю, что я... Я думаю, что это... Пускай дадут этот парень, но... О чем это ради? Конфликт между охранниками торгового центра и одним из работников чуть не перерос в массовые беспорядки. По словам очевидцев, грузчика избили сотрудники ЧОП. Когда об этом стало известно, коллеги и земляки потерпевшего попытались восстановить справедливость. Несколько сот человек пришли к торговому центру Москва, где и произошел конфликт. Тише! 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 Спокойтесь! Спокойтесь! Усмирить пыл собравшихся смогли только прибывшие на место усиленные наряды полиции и ОМОН. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как разбегаются люди, слышны хлопки, похожие на выстрелы. Также появилась информация, что рядом с территорией торгового центра обнаружили расстрелянную машину. Так что же там случилось? Более 250 человек. Все знают, кто избил, даже говорил. И он должен быть арестован. А вместо всех этого охранника арестовали кого? Всех 250 таджиков. А теперь давайте посмотрим интервью официальных лиц. Утром появилась еще одна версия произошедшего. Ее высказал президент Федерации мигрантов России. Вчера, соответственно, один из работников рынка вышел за территорию, ему стало плохо. До сих пор непонятно, то ли просто сплохел, то ли у него эпилепсия. То есть его увезли в больницу. Правда, соотечественники пострадавшего этой версии не верят и уверяют, причина всему – система поборов, которая существует на рынке. Рабочего, рабочего здесь убили за то, что он деньги не дал им. Он брал и деньги не дал. Почему он неправильно говорит? Как рассказали сами мигранты, основная их работа – переноска грузов. Прибыльное дело. Ну что, не подскажешь, а с кем у вас обычно о разгрузке договариваются? Сколько это стоит? 200 или 150 таджиков. Вот такой мешок. Большой? Вот этот. Сколько примерно стоит? 200 рублей. 200 рублей. В день через рынок проходят миллиарды рублей. На самом деле в этой ситуации поднимаются следующие проблемы, как внешние, так и внутренние. Внешние проблемы – это плохой визовый режим. То есть мы пускаем в свою страну всех, кого хотим. 6 тысяч грузчиков тут работают. Каждый грузчик, весь потен, есть документ. И мимо него платят 700 рублей за это, за то, что каждый день грузчиков работают. Труд мигрантов практически ничего не стоит. Они могут спать в подвалах, работать за копейки. А ту зарплату, которую они получают, половину они все равно отдают своему, так сказать, хозяину. Ну, так люди говорят на улице. Это мое оценочное осуждение. Я думаю, все здесь знают правду. Но меня в этой истории удивляет другое. Посмотрите внимательно, как очень быстро скооперировались представители Средней Азии и пришли на точку. То есть у них очень хороший канал оповещения, и они действительно из-за одного человека подняли такой шум. До сих пор влюблено местные жители боятся ходить по своим улицам. Мало ли что произойдет. Что касается пострадавшего науруза Каримова, его сразу же доставили в 68-ю городскую клиническую больницу, где провели полные осмотры и оказали необходимую медицинскую помощь. Следов побоев у него на теле нет. Ему выполнена компьютерная термография, да, с учетом того, что, может быть, били по голове, да, что-то как бы сотрясение, кровоизлияние в таком плане. Следов и признаков кровоизлияния у него в голове нет. И осмотрен нейрохирургом трижды, наверное. Ну, может быть, там с большой натяжкой можно будет оставить ему сотрясение головы. Ну, может быть, там может быть в средней степени тяжести. Сейчас полицейские занимаются расследованием. В отношении сотрудников ЧОП проведена служебная проверка. Ярослав Ярославцев, Виталий Горбачев, Иван Масалов. Москва, 24. Торговый центр Москва представляет, с одной стороны, современный торговый центр, а с другой, рынок из серии 90-е. Платят якобы своим же мигрантам, приближенным к местным владельцам. Кто-то обладает данными числами. С 14-го года? С 14-го года? Да. И уже тогда говорили, что их заставляют платить. А сколько они известны? От 150 до 800. В любом случае, теперь в этой ситуации будут разбираться сотрудники полиции. Они и сейчас несут усиленную службу. Рядом с торговым центром. Сейчас уже заведено два уголовных дела. Этим займется полиция и следственный комитет. Два уголовных дела. Одно за хулиганство против зачинщиков массовой драки. Второе против тех, кто избил грузчика. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данных преступлений, установление лиц их совершивших. Стой! Полиция Нью-Йорка, стой! Все, не могу, лови сам. Да-да, именно это случай, когда ты не можешь угнаться за инопланетянином. Но это все на самом деле очень печально. Потому что в любом случае у нас с одной стороны использование по сути рабского труда, а с другой стороны возможное нарушение визового режима. Кто будет страдать в первую очередь? Конечно же местное население. Почему я так думаю? Все просто. Оно волей-неволей, но все равно будет вовлечено в данный конфликт. Здесь господин Путин не хозяйничает. А теперь представьте, 100, 200, 300, 1000 мигрантов будут ходить по нашим улицам и, грубо говоря, мстить. Такое возможно вполне. И здесь полиции нужно быть начеку. Если этого парня избили, кем бы он ни был, гражданин России, гражданин Таджикистана, гражданин независимого государства Силент, которое там на 10 квадратных метрах расположено, в любом случае он имеет право на хоть какую-то защиту и поддержку со стороны нашего государства, в том плане, что его хотя бы не должны убивать, но извините меня. И ему сейчас оказывается медицинская помощь. Он теперь чуть ли не национальный герой. Из него чуть мученика не сделали. Хотя за что? Парень и так толкает эти тележки за копейки. Я могу ошибаться, но опять-таки повторюсь. Это мое оценочное осуждение. Надо проверить этих охранников. Вот те фирмы, которые охраняют торговый центр Москва. Да и в принципе все торговые центры и рынки. После этих случаев надо проводить постоянные рейды. Торговый ярмарочный комплекс Москва, один из крупнейших подобных центров столицы, открыт 20 лет назад. За это время разросся до 300 тысяч квадратных метров. Это только помещение, плюс еще прилегающая площадь. Неудивительно, что штат охраны около тысячи человек. Поговорим с правовой позицией. Во-первых, со стороны государства нужно провести эти самые рейды. И те, кто сейчас у нас находится на территории Российской Федерации незаконно, должны быть административно выдворены с территории Российской Федерации. С другой стороны, нужно проверить всех работодателей, особенно в таких торговых центрах, как Москва, на предмет того, что кто-то берет нелегалов на работу. Это большое нарушение, это большие штрафы и это большая ответственность. А теперь я обращаюсь к мигрантам. Давайте жить мирно, потому что мы сейчас находимся в нашем славном городе Москва, где каждый должен чтить Конституцию Российской Федерации и наши местные законы и обычаи. Тогда все будет нормально. Ребята, давайте жить дружно. А теперь я обращаюсь к работодателям. Не надо относиться к людям, как к скоту. Надо принимать официально на работу, надо платить достойную заработную плату, кто бы то ни был. И не надо нарушать законы Российской Федерации. Подписывайтесь на мой канал на YouTube Achilles182 и на мои социальные сети. До новых встреч. И не забывайте всегда анализировать информацию, которую вы находите в интернете. Либо смотрите мой канал. Кстати, маленькая рекламная пауза. Извиняюсь за звук. Нормальную камеру еще не взял, а на эту GoPro нет петлички. Продолжение следует...